В Абхазии о реформах говорить уже немного неудобно. Ощущение, что больше десяти лет по кругу ходят одни и те же идеи и предложения, никак не сумев закрепиться в законодательстве. Однако очередное обсуждение на тему инициировали общественники, приносив к дискуссии депутатов и всех желающих. То, что нужны изменения – аксиома. Загвоздка происходит в момент формулирования «как» и «когда». Открыло обсуждение на правах представителя власти депутат парламента страны Рауи Волуа. Модели разные есть в странах. Мы эти модели знаем, изучаем. Понятно, что все люди образованы и понимают, в каждой стране свои подходят особенности. Но, к сожалению, хоть мы это и обсуждаем, но на практическую плоскость никак выйти не можем. То есть имеется в виду, чтобы смогли где-то уже закрепить, хотя и были созданы рабочие группы, и в парламенте были такие группы созданы. Но сталкиваемся с таким, я насколько понимаю, что проблема с тем, что не хотят упускать ту абсолютную власть, которая она есть, и сегодняшняя конституция, которую дает. Давайте так, если в России даже пример министра обсуждали в парламенте, на Государственной Думе, в нашей конституции даже этого не было. То есть у нас вообще абсолютная такая власть президента. Если там сейчас они предлагают пример министра, кабинет министров утверждать, то у нас тоже далеко даже этого нет. Много приводилось примеров успешных или хотя бы рискнувших государств. Но, как отметил Алхаст Хагушев, у каждой страны была своя история. И редко перемены происходили просто в качестве выборных обещаний. Если мы вспомним пример Армении, пример Украины и других стран, там той же Грузии, где там менялась конституция, то, как правило, все же речь идет о том, что какой-то излом происходит, какой-то кризис. То есть не бывает такого, что штиль, все хорошо, людей все устраивает, и вдруг случаются эти изменения в конституции, например. То есть, как правило, это связано с каким-то кризисом. Если мы говорим сейчас даже о российском примере, то там тоже есть вопрос транзита власти, есть вопрос какого-то кризиса определенного, падения рейтингов и так далее, и конструкция меняется. Ну, то есть что-то тоже является триггером. То есть не просто так вот элиту все устраивает. Когда элиту все устраивает, ну, в общем, мало что меняется. О проблеме отсутствия харизматичного лидера и неработающей, а точнее непродуманной системы местного самоуправления, говорила журналист и писатель Надежда Венедиктова. И сейчас мы практически все находимся вот в состоянии каши. Ну, у Абхазии по сравнению с другими постсоветскими республиками есть два преимущества. Она маленькая, и, казалось бы, можно договориться. И потом у нее колоссальные для такого маленького населения ресурсы. И мне кажется, что мы должны, помимо вот этой конституционной реформы, начать с того, чтобы сделать реальное самоуправление на местах. Вот у нас что делается? Каждый пытается как-то благоустроить собственную жизнь. Это нормально. То есть вы понимаете, из-за того, что нет реального местного самоуправления, а все решает глава села, глава района и так далее. Вот эта вот энергия, она идет только по личным каналам. Она не канализуется в общую мощную энергию, которая могла бы благоустроить и, так сказать, общественное пространство. Прежде чем говорить о своем взгляде на реформы, депутат Алхаз Джинджоля поделился мыслями о необходимости для начала определиться с конечным пунктом, куда государстве должно прийти в результате всех желаемых реформ. Я стараюсь, склоняюсь, пособенно в последнее время все-таки к медицинскому взгляду на все вещи. Чтобы современное наше желание реформы, они давно, естественно, назрели, не превратилось в очередную компанищу, но сперва надо понять до конца, что мы из себя представляем и что мы, собственно, хотим в результате этой реформы. Теперь вопрос. Хорошо, авторитарная система полностью себя дискредитировала, мы хотим изменений. Эти изменения подпитываются чем? Скрытым, невыговоренным даже, так скажу, социальным неравенством, социальными проблемами. Мы, когда последний раз митинг проводили по поводу зарплат низких или пенсий, кто-нибудь может подскажет мне, мы упорно идем именно на политические митинги, потому что мы видим, что только в решении политических проблем решения социальных. Еще одной проблемой депутат считает то, что в определенный момент народ Абхазии будто потерял цель и оказался в ситуации, когда путь есть, а конечной цели нет. Вот мы жили до войны. У нас в составе Грузинской СССР четко понятно мне, как абхазцу, и мы боролись за самоопределение, за право разговаривать на своем языке. У меня была четко понятная цель, даже для подростка мне было тогда в конце школы это все как-то пришло. Я понимал, что, зачем происходит и почему я это поддерживаю. Пришла война, я понимаю четко лозунг, два слова за победу, которые объясняют все и вся на тот момент. Закончилась война за независимость, хорошо, пришел 2008 год и многоточие. Нет внятного сформулированного лозунга для нас, как для общности людей, пока не появится это направление, куда мы идем дальше. Под это направление мы должны, наверное, выстраивать политическую систему, свое государство и так далее. Причем тут кто кого назначает. Это, скорее всего, произойдет так, что мы изменим положение вещей действующей конституции. Хорошо, мы будем парламент назначать. Хочу просто с кем-нибудь поспорить, через сколько лет мы вернемся обратно к авторитарной. Рано или поздно кто-то всех подожмет. Дискуссия охватила самые разные стороны возможных, а если быть точнее, желаемых в стране перемен.